на данный момент промышленное значение имеет в основном шампиньон в основном все люди бросаются за шампиньонами ну если мне задают вот вопрос а что выращивать вешенку или шампиньон я всегда отвечаю очень просто вот вы пойдите на рынок и посмотрите сколько на рынке продается шампиньонов достаточно до рынок насыщен вот этими грибами теперь объясните мне по какой причине вот каждая вот это . или ларек который уже на рынке знает где брать эти шампиньоны все проверено у них есть работанные какие-то схемы объясните мне почему он должен отказаться от тех что он продает и взять у вас потому что у вас цена будет ниже и долго вы то есть производитель какой-то уже выбрал оптимальный нашел для себя схему работы почему вы думаете что вы умнее или кто-то глупее вас который уже ставит какую-то объективную цену а вы думаете вы снизите цену и вы на этом выиграете ну то есть в самих вопросах вот кроется тот же сразу же и ответ то есть на рынке этого продукта достаточно это видно все равно что у нас в украине что молдавии что в европе то есть шампиньона хватает полностью и целиком если задать вопрос по вешенке пойдите на рынок посмотреть сколько там вешенки в большинстве случаев нисколько вот даже у нас вот ну честно говоря ее проблематично если вот мы бы с вами захотели ее купить то долго придется искать даже большом городе где-то в маркетах и это с большим трудом может мы найдем вот этот еще другой вопрос и теперь что и к чему я вел теперь вы спрашиваете об остальной экзотики чем заниматься опять же таки если китай то понятно он завалит там шиитаки мейтаки и все остальное у них более чем предостаточно есть всего относительно уже там каких-то веселок и всего остального но это вообще никому не нужно то есть к промышленному грибоводство это не имеет никакого отношения и даже не стоит на это тратить время при том что у меня большие сомнения что с каким-то определенным скажем прогнозируемым результатом вообще вот эти всякие веселки все остальное можно выращивать то что не для себя для фармацевтики я нахожу ее в лесу и делаю настойки для себя для фармацевтики выращивают рейши простейший гриб который не требует никаких растет как вешенка обыкновенно на блоках вон у меня сейчас вот у меня за спиной сушится рейши на сушке и потом будет из него настойка все зачем какие-то там вот эти веселки изобретать при том что по большому счету мне кажется это очень большой фейк в интернете то есть так но и сами понимаете интернет есть интернет то есть поклон положиться на то что я выращиваю там веселку и все такое там знаете в интернете белые грибы так все выращивают посмотрите сколько мицелия продается белый грибом мицелий белый грибом доме цели белый грибом можно вырастить только вот грибы невозможно вырастить это микоризный гриб который растет симбиозе с корнями деревьев но как его привить туда невозможно ами целитами цели можно взять плодовое тело и вырастить беленький пушок до растет ну и что Только грибом не будет Лисички можно тоже мицели вырастить Только грибом не вырастешь Я там за За эту При том, что Даже сама Эта веселка Ее всегда и подают в интернете Как аналог, как шейтаки Если там и смысл есть Какой-то большой в лечебных грибах То все-таки выращенная на древесине Шейтаки или просто Даже этот же рейши Мне кажется, там даже в лечебных свойствах Намного больше, чем эта веселка Она на вкус Знаете, какая веселка делали на стойку? Не пробовали Я вам расскажу анекдот про веселку Очень хороший анекдот Есть такая Ну, такой врачебный анекдот Он может немного такой жесткий Но у врачей у них Такие своеобразные отношения к здоровью Жизни, смерти и все такое Вот человек пришел к врачу И говорит так и так Что там заболевание Человек его Ну, врач его обследовал И говорит Вы знаете, что я вам призначу? Вам нужно ехать на курорт Там есть такой курорт Там очень хорошие грязи Вот вам нужно ехать туда на грязи Он говорит Это помогает? Нет, говорит Грязи помогают привыкать к земле Да, так вот Я когда вот эту настойку из веселки Когда вот ее употребляешь Что вот меня я сразу вспоминаю этот анекдот На вкус она точно такая Как бы помогает привыкать к земле Вот вкус такой, как в воде землю развели И вот такой специфический вот земляной привкус Это веселка Ну, в шиитаке немножко так поинтереснее При том, что все равно Если делать настойку Я сейчас буду делать там из рейши То все равно из грибов лучше делать вытяжку из сушеных Ну, из веселка, значит, водянистая Из нее сушеная не получится То есть делают из мокрой Ну вот А из таких грибов То есть из шиитаки и из рейши Настойку лучше делать из сушеных грибов Потому что если делать вытяжку из мокрых Получается такая гадость Что это просто, ну Трудно объяснить Там вот шиитаки я делал из свежих грибов То это слизистый такой какой-то отвар получается Что, ну, трудно его пить Скажем так Потому что рефлексы появляются такие Своеобразные Вот, что я вам скажу о экзотике И вообще экзотика вся Она С экзотикой загорается только тот человек Который там впервые что-то врывается Где-то в рыбной бизнес Он ничего еще пока не знает Ничего не видел Он только забежал Посмотрел Ага, у всех вот то А я вот сейчас буду выращивать Например, розовую вешенку Или лимонную вешенку Или там шиитаками займусь Или там королевской вешенкой займусь Вот А потом со временем Идет время Получается опыт И он приходит к тому К чему приходят все грибоводы Что есть определенный набор Промышленно культивируемых грибов Которые дают более определенный Предсказуемый результат А все остальное Насколько у вас позволяет время Личное Насколько у вас оно свободно Насколько вы можете заниматься чем-то То, что напрямую не приносит денег Тогда, пожалуйста, занимайтесь Если у вас есть много времени Это все-таки дожать До коммерческого Ну, такого подачи То можно Но Скажем Ну, вот так вот Вы поняли О чем я хотел сказать О чем я хотел сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому